Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Субтитры создавал DimaTorzok А копия, объединенная на едином носителе. То есть никто не может гарантировать, что файлы не были каким-то образом смонтированы в угоду следствию. А в заключении комплексной криминалистической судебной экспертизы сказано, что фонограммы, которые суд признал надлежащим доказательством, непригодны для идентификации личности по голосу из-за низкого качества записи. Программа «Экономика». Глава контрольно-счетной палаты Юрий Лаптев раскритиковал работу компании «Промышленный парк» На одном из комитетов ЗАГС Собрания обсуждался вопрос о возможном вливании в оборотные средства корпорации 28 миллионов рублей. Об этом депутатов попросил экс-директор компании «Промпарк», а ныне руководитель созданной корпорацией Михаил Сафонов. Депутаты отнеслись к просьбе неоднозначно. Категорически против выступил глава счетной палаты Юрий Лаптев. Заявил, что бюджетные средства «Промпарка» тратятся, цитирую, «неэффективно и нескромно». По словам Лаптева, только на офис израсходовано более 4 миллионов рублей, а в штате работает 25 человек. Впрочем, уже через день Юрий Лаптев сменил гнев на милость. Благодаря усилиям главы департамента промышленного развития Сергея Вандышева. Как пояснил последний газет и бизнес-новости, глава счетной палаты, скорее всего, не понял, что областные деньги на этот раз будут потрачены не на «Промпарк» в Вязких Поленах, а на «Индустриальный парк» в Оричах. Программа «Экономика». В Кировской области будет создан кластер индустрии детских товаров. Его стратегию разработают к октябрю. Инициатором создания стала Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Ее президент Антонина Цицулина предположила, что такой кластер можно создать на базе крупнейших кировских предприятий индустрии детства, которых у нас насчитывается около 20. Крупнейшая из них – фабрика игрушек «Весна» и фабрика обуви «Лель». Решение о создании технопарка на этой базе, напомню, было предварительно принято в рамках форума «Детство. История будущего», прошедшего в декабре прошлого года. Курс валют по данным Центрального банка на 3 июля. Доллар сегодня стоит 32 рубля и 53 копейки. Европейская валюта – 41 рубль и 6 копеек. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM.